Люди, которые принимают ситуацию и действуют уже из рамков этой ситуации, но есть люди, которые негативят, которые говорят, надо тогда переждать, надо посмотреть, надо подождать, я пока сейчас работать с клиентами не буду, потому что мне им предложить нечего, а другой говорит, я буду сейчас работать еще более активно с своими клиентами, я буду с своим клиентами разговаривать, просто немножко буду менять информацию, я буду говорить о том, что времена сегодня непростые и с нашим продуктом сегодня есть перебои, потому что не так-то просто продвинуть продукт, например, через польскую границу, поэтому я тебе рекомендую сделать предзаказ обязательно, почему? Чтобы когда начнется выдача продукта, ты смогла его получить в самое ближайшее время. И благодаря такой информации, что мы видим, у одних людей в это трудное время растут товарообороты, у других людей в это время товарооборот падает до нуля, даже активность человек не может сделать. Кто-то говорит, например, очень сильно растет курс доллара. Друзья, а если бы наш продукт и так и так стоил, например, не 2000 рублей за коробочку, а, например, 4000 рублей за коробочку? Вот представьте себе, если бы наш продукт стоил столько, а ведь есть сегодня кофе, который стоит 4000 рублей. Самое главное, как вы об этом говорите, как вы это преподносите, с каким достоинством? Потому что если бы, друзья, мы так рассуждали, что у всех людей нет денег, мы бы не видели на улицах, в наших городах людей, которые ездят на иномарках. Мы бы не видели людей, которые все ездят на Ладе-Калину, например, да? Мы бы не видели людей, значит, которые сегодня покупают дорогие абонементы, фитнес-центры, годовые абонементы, а некоторые покупают даже вперед на три года. Но ведь мы это видим, и люди в этом нуждаются. Мы бы не видели людей, которые заходят в аптеки. Почему? Потому что все это лекарства, они сегодня очень подорожали, но люди все равно заходят, и они приобретают. И многие оставляют там по 8-10 тысяч. Вот я не помню, у кого, значит, Люба Бугаева на днях сбросила в WhatsApp у нас, в лидерскую группу, значит, доктора, профессора Дадали, это директора медицинской академии имени Мечникова. Она взяла у кого-то из партнеров Project V на странице, да? И вот о чем говорит Дадали, посмотрите, сегодня сколько лекарств люди используют. И он говорит про себя, я сегодня, несмотря на то, что возраст какой-то серьезный у человека, я не использую вообще лекарства. Я не использую лекарства. Вот это должен каждый человек понять, что лекарства, они не всегда, друзья, необходимы, не всегда. Бывают, конечно, случаи, когда без этого не обойтись, но лекарство еще никого крепче не делало. Да, конечно, есть случаи, лекарство нужно, но поддержка для здоровья – это не лекарство, это биологически активные добавки, это биологически активные вещества, которые вступают в наш организм. Для здоровья нужно именно это. И если вы с людьми начнете серьезно об этом говорить, потому что какие бы ни были трудные времена, как бы дорого продукт не стоил, как бы там не подскакивал курс доллара, или там он не падал, и разные были ситуации. Я помню Vision в 1998 году, когда случился дефолт, когда курс доллара просто, я не знаю, там за месяц, я помню, по-моему, это было уже в 1999 году, когда курс доллара подскочил за один месяц с 12 рублей до 30 рублей. А еще в августе 1998 он был 6 рублей. И вдруг уже 99-й, и за один месяц с 12 до 30 рублей. Вот представьте себе, то есть люди привыкли к продукту, например, к светлую форму, да, SV-продукт сегодня, или D-продукт, детокс. Люди привыкли, что он стоит, например, там, я не помню сейчас точно, ну, допустим, 360 рублей, да, и, посмотрите, стал 30, увеличение произошло в 5 раз, и он стал не 360 рублей, там уже под 2000. Ну, и что произошло? Кто-то в этот же день ушел из бизнеса. Почему? А он понял, это невозможно. Невозможно, чтобы кто-то стал это приобретать. Это очень дорого, это невозможно. У людей денег нет. Люди все без денег. Как он может это делать? Как он может это приобретать? Друзья, а у нас в это время товарооборот повысился в разы. Почему это происходило? А потому что мы стали еще с большей ответственностью людям говорить о здоровье. Мы с большей ответственностью еще стали говорить о том, что, посмотрите, да, курс доллара вырос, но, тем не менее, вы профилактику автомобилем своим делаете. Вы ремонт в квартирах делаете. Вы квартиры продолжаете покупать. А ведь здоровье – это самое главное. Сколько людей мы знаем, у каждого, наверное, из вас в окружении есть, у которых и квартира с ремонтом, и машина замечательная, а человек уходит на тот свет. Почему здоровья не было, здоровье слабое, слабые сосуды, слабое сердце. С возрастом, друзья, ни у кого здоровье не улучшается. Ухудшается – да, но не улучшается. У всех сосуды крепче с возрастом не становятся. Вот за последнее время только в нашем окружении огромное количество людей, которые пострадали от инсульта, которые пострадали от инфаркта, огромное количество людей. А ведь до этого они не считали себя какими-то больными, прикованными к постели. Это были действующие люди. То есть было вроде бы на первый взгляд все замечательно, все здорово. Но почему люди так относятся вот наоплевательски к своему здоровью? Потому что думают, что и машины, и квартиры, они приобретают за деньги, а родились-то мы, вот организм-то наш, он там достался бесплатно. И вот в этом заключается как раз, друзья, наша с вами работа. Если бы было все так просто, вот мы бы стояли с вами за прилавком, и к нам бы люди подходили и покупали, нам не нужно было бы информировать людей о качестве этого продукта, хочешь покупать, не хочешь не покупать, тогда нужно идти в торговлю. Нужно идти в какой-то магазин, где люди будут это все использовать. Но так как мы работаем со специальным продуктом, как иногда часто люди говорят, ну, там мне вот сказали, чем ты меня решила удивить. Кофе во всех магазинах полно. Я говорю, самое главное, это не то, что тебе сказали. Самое главное, как ты ответил. Вот в чем преимущество. Сказать можно все, что угодно. Конечно, никто из нас не говорит, что кофе сегодня дефицит. Есть его в любом магазине. Но каково качество этого продукта? Что это за продукт? Что он в себе несет? Насколько сам кофе качественный? А мы здесь еще говорим о главном ингредиенте, белом, императорском, женьшене. Вот сегодня только с утра, значит, мне звонила женщина, которая сказала, что у ее друзей знакомая, значит, девушка, ну, женщина, которая сейчас родила четвертого ребенка. А ей самой 35 лет, четвертый ребенок. И у нее полностью отказала костная система. У нее ни ноги не двигаются, ни руки не двигаются. Она как овощ лежит. Именно костная система. Не мышечная здесь. А именно костная система. Оказалось, что она с раннего детства страдает заболеванием суставов. То у нее сколиоз в раннем детстве, потом все больше, там артрозы, то все, пятый, десятый. Вот родив четвертого ребенка, отказала костная система. И они не знают, что делать. Она находится сейчас в больнице в Казани. Вера, а можем ли мы, значит, можем ли мы как-то помочь женщине? Потому что она говорит, если только какая-то хоть надежда малая есть, они готовы сегодня схватиться за все. Но только после того, как установят диагноз. Вот я хочу, чтобы вы сейчас меня все внимательно услышали. Что я ей ответила? Что ей надо не тогда, когда установят точный диагноз. Потому что на это может уйти 2-3 дня, а может быть и неделя на установление диагноза. Сегодня белый императорский женьшень, друзья, услышите, это лучший диагноз. Это лучший диагноз. Женьшень – это продукт, который находит болезненный очаг, находит причину и уже начинает ее устранять. Разница вот в чем между нами и между врачами? Врачи начинают бороться со следствием. А следствие, оно не возникает просто так. Ни один диагноз просто так не возникает. Сначала возникает причина, которая формируется годами, и только потом уже появляется следствие. И от того, что ей установят диагноз, сильную ситуацию это не поправит. Почему? Потому что они будут бороться со следствием. А нужно устранять причину. Вот в этом случае очень хороший продукт БИЭЙЧ, который именно начинает работать, находя причину в организме и устраняя причину. И когда уходит причина, заболевание уходит. Поэтому здесь нельзя терять ни одной минуты. Как только проблема случилась, нужно сразу подключать БИЭЙЧ, не ждать, когда будет установлен диагноз. Потому что многие это сравнивают с какими-то медицинскими препаратами. А это не медицинский препарат. Это корень жизни, друзья. Это молоко матери земли, как называют на Тайване. Это то, что поможет восстановить организм. Поэтому здесь очень важно его начать использовать с первых минут, как уже у человека случилась какая-то проблема. А лучше начинать его нужно еще с младенческого возраста. Вот когда нужно этот продукт начинать, чтобы не довести себя до таких серьезных заболеваний. И вот наша с вами работа, она как раз заключается в том, чтобы доносить правильную информацию до людей правильно. И как мудро сделал Нарек. Вот видите, он здесь насыпает кофе в чашку, в стаканчик у нас. Что он соединил. Он соединил женьшень с кофе. Вот что очень важно. Вот этот продукт уже сегодня профилактика, которая необходима каждому-каждому человеку. А отличие от обычного кофе, оно вот здесь, друзья. Вот отличие. Это стандарты мирового значения, мирового уровня. И один из которых стандарт халяль. Друзья, получить международный халяль, это не халяль Тарстана. Это международный халяль, который получить его очень сложно. И здесь у нас есть и такой значок. То есть он еще мощнее и сильнее, можно сказать, стандарта GMP. И на кофе на нашем он есть. Вот об этом и нужно говорить людям. Вот она профилактика. И мы не меняем привычки людей. Вот, например, начинали мы свежие работы, там, в 97-м году я, например, да. Что мы делали? Мы каждый день меняли мировоззрение людей. Мы каждый день меняли мышление людей. Почему? Потому что нам нужно было объяснить, почему вдруг стала такая необходимость, значит, глотать капсулы. То есть до сих пор он их не глотал, а сейчас вдруг ему нужно. Нужно было объяснять, почему это необходимо. Потому что наши продукты питания, овощи, фрукты, они не содержат тех полезных веществ, которые необходимы человеку. И в этом сейчас есть необходимость. Сегодня, например, каждый человек знает, насколько важны овощи, например, капуста брокколи. И во всех европейских странах, в Америке люди уже давно это знают. И без брокколи они не обходят каждый день, и на их столе обязательно брокколи. Почему? Потому что это профилактика онкозаблеваний. Но смотрите, опять же, люди где-то услышали, что капуста брокколи очень помогает. Но они не знают, а сколько же корзин этой капусты нужно съесть каждый день, чтобы получить суточную дозировку. Об этом уже никто не говорит. Или, например, Малшу говорит, ой, вот очень полезен болгарский перец, например. А сколько его нужно съесть, чтобы получить суточную дозировку? Ой, например, как полезна черника. А сколько ее нужно съесть, чтобы получить суточную дозировку? Вот поэтому сегодня есть технологии, которые позволяют вот эту корзину впихнуть вот сюда, вот в эту капсулу. Как это сделать? Это знают сегодня ученые. И это высочайшая технология, друзья. По этой причине сегодня достаточно положить всю капсулу в рот, взять воды и запить. Вот это означает менять мировоззрение людей. Что касается вот этого, здесь мы не меняем привычек, мы не меняем мировоззрение. С нами или без нас, у него на столе каждый день кофе либо чай. Мы не меняем привычек, мы не меняем мировоззрение. В этом есть простота. Именно поэтому кофейный бизнес, он сегодня развивается очень стремительно. Потому что у людей и так, и так кофе на столе. Нам нужно только донести эту информацию до человека. Какую информацию? Чтобы он поменял магазин. Не привычки свои, не привычки. Поменял магазин. То есть если раньше ему было удобно заходить в магазин Ашан, или в магазин Пятерочка, или в магазин Челный хлеб, например, или в магазин Бахатле, или еще какой-то магазин Карусель и так далее, то сегодня ему нужно показать, как еще проще это можно сделать. Даже до Пятерочки там не идти, или до Ашана не идти. Просто взять и зайти в магазин. Вот у меня здесь значок, значит, сессии. Вот здесь вот я вам всем рекомендую вывести на первую страницу. Вот у некоторых людей, посмотришь, да, и у них где-то, бог знает, где там, где-то все спрятано, да, сессию иногда и не найдешь у партнеров. Вот здесь должно быть на главной странице. Очень удобно. Самым-самым вот внизу, чтобы вы сразу же одним кликом тут же палец нажали, и вы уже в сессии. Вот, палец нажали, и вы уже в сессии. Кстати, сегодня Надежда Верхоландцева, день рождения. Поздравляем ее с днем рождения. Вот, то есть, и мы уже здесь. То есть, это здорово, это же классно. Вот, и если вы только начнете об этом говорить, у вас будет результат. Если вы говорите об этом не будете, у вас не будет результата. И шаги наши, они очень простые в этом бизнесе. То есть, первое, что нужно сделать, присоединять людей к сессии. Друзья, поставьте перед собой цель, прям задачу. Каждый день в сессию завести хотя бы одного человека. Минимум одного человека. Если вы в день будете заводить в сессию одного человека, то в месяц это будет 30 человек. 30 человек. Друзья, Нарек сессию для этого и создал. Чтобы здесь было огромное-огромное количество людей. Чтобы сюда заводить большое количество. Каждый день, каждый день, каждый день. Вы будете, знаете, видеть, какие чудеса. Что кого-то вызвали даже малознакомого человека. Но он начал читать, он начал смотреть информацию. Он зашел в магазин. Он почитал по одному продукт, по другому, по третьему. Он зашел в кофе сэл. Может быть, он зашел в проджект 3. То есть, ну это ваш человек. Вам все равно, где он что-то покупает. Вам в любом случае будут идти и баллы, и накопительные. Есть у нас программа лояльности. А с сентября она будет очень крутой, друзья. Поэтому здорово, что сейчас у нас впереди Миллениум. И мы это все с вами уже услышим в самое ближайшее время. Вы будете просто в восторге. И он сам разберется. И сколько таких было случаев, когда смотришь. Я уже и забыла про этого человека. Я забыла, что он у меня и сессию-то скачивал. Но смотрю потом. Ага, покупка какая-то прошла. Дай-ка ради интереса посмотрю, а что это за человек? Оказывается, у меня на первом уровне. А я уже про него и забыла. Но он разобрался сам. Вот цель-то, понимаете? Потому что люди, когда заходят в контакты, или заходят в Одноклассники, или заходят в Инстаграм, им же никто не проводит никакой тренинг и никакое обучение, как нужно разобраться в этой сети. Как-то разобрались. И как картинку отправить, и как там смайлик поставить, и как комментарии написать. Как-то разобрались. Будьте уверены, и на нашей платформе разберутся. И как заказ сделать. Все найдут и все сумеют, если вы их туда завели. Поэтому очень важно рассказывать про сессию. Что это очень многогранные приложения. Сегодня люди во всем мире сессию скачивают. У тебя, может быть, уже есть на телефоне сессия? Нет, у меня нет. Ты что, давай обязательно сейчас скачаем, потому что это очень важно. Во-первых, ты получаешь доступ к магазинам брендовых товаров. К магазинам брендовых товаров. Если вы начнете делать такие действия, вы увидите, сколько людей вы будете загружать в сессию. Дальше что? Следующий этап. Вы же с этими людьми в коммуникации. Вы возьмете его телефон. Вы в WhatsApp начнете с ним коммуницировать. Вы где-то голосом что-то запишите. Где-то на вебинар пригласите. Где-то на какую-то презентацию пригласите. Где-то на такое же событие, как сегодня. Мой кофейный стартап. Я сегодня немножко отвлеклась от темы. Почему? Потому что здесь я увидела, что уже все бывалые люди. Поэтому я с вами решила сейчас поговорить по душам, можно сказать. Поэтому кого-то пригласите на такую встречу. И что вы увидите? Вы увидите, что людям-то это интересно. А где-то сбросите информацию по продукту. Посмотри, пожалуйста. Вот я тебе скидываю информацию, например, про такой продукт, как вот N. Вот Nutrimax. Вот сейчас Любу прочитала. Накануне простудилась под кондиционером. К вечеру температура 38,5. Выпил три капсулы Nutrimax. Пила зеленый чай. Жень-жень. Сегодня уже чувствую... Сегодня уже в строю. Чувствую себя отлично. Друзья, как классно. Смотрите, она не написала, что она выпила три таблетки парацетамола или аспирина. Она написала вот Nutrimax, жень-жень, зеленый чай. Как это здорово! При такой температуре под 39 она обошлась вот такими вот средствами натуральными. И она не усугубила положение, значит, своего организма. Это то, о чем я уже с вами говорила. Определите свои цели. Вам работать будет интересно. Вы будете понимать, ради чего вы это делаете. Если у кого-то есть заветная мечта, что вы что-то вот хотите, значит, чего-то достичь, она вас будет мотивировать, она вас будет с утра пробуждать. Она будет, эта мечта, она будет вас просто выдергивать в непогоду, в дождливую или в снежную погоду. Вы будете знать, ради чего. Вам жизнь будет прекрасной казаться. Но если сидеть и не знаешь, ну, я не знаю, зачем мне сегодня встречу проводить. И на улице погода какая-то не очень. Дождь идет. Наверное, я лучше сегодня вообще ничего не буду. А вот этот человек сказал, что он сегодня не подойдет. Ну и хорошо, и слава богу. Мне тоже не хотелось из дома выходить. Это о чем говорит? Человека ничего не мотивирует. Им ничего не движет. Он ничего не хочет. Понимаете? Поэтому вот с чего все начинается. Задавайте себе вопросы. Для чего? Сядьте, может быть, сегодня выделите для себя время. Два-три часа. Сидите. Поговорите сами с собой, что вы по-настоящему хотите. Что вы по-настоящему хотите. И вот задайте эти вопросы. Зачем я пришла? Что я хочу? Для чего мне это нужно? Если вы написали что-то, а для чего мне это нужно? Развивайте тем. А это действительно моя настоящая цель. Это точно я этого хочу. Друзья, пока у человека есть желание, пока у человека есть мечты, он живет. Если человек теряет желание, если ему же ничего не движет, он уходит. Он уходит. Поэтому делать все, чтобы жить дольше, жить азартной жизнью, интересной жизнью. Не просто выживать. Потому что я, например, знаю, что сегодня есть люди, которые говорят, ой, я не поеду на милению. А почему он не едет на милению? Денег нет. Друзья, даже если вы на милению поедете, и вы проездите на поезд или на самолет, я не знаю, но если взять на поезд, например, если бы сэкономить, да, потом у нас льготные цены на проживание в отеле, потом если вы еще в этом отеле скоперируете, остановитесь вдвоем, например, а то некоторые еще втроем, например, да, я не знаю, можно обойтись там и 12 тысяч рублей, то скажешь, о, Вера, легко тебе говорить, 12 тысяч рублей, это же очень большие деньги. Друзья, я уверена на тысячу процентов, что 12 тысяч рублей вас не сделают богаче. Вот на тысячу процентов уверена. Сегодня они есть, а завтра их уже нет. Деньги, они, им свойственно очень быстро заканчиваться, но вот знания, которые вы там получите, эмоции, которые вы там напитаетесь, позитив, который вы там, значит, будете получать каждую секунду, перспективы, которые откроет перед нами с вами Нарек Сераконя, те возможности дополнительные, которые он будет озвучивать. Друзья, это мертвого всколыхнет, мертвого всколыхнет, и вы приедете уже абсолютно другими людьми, это сто процентов. И азарта больше, и эмоций больше, и силы в голосе больше, и по-другому уже с людьми будете, будьте более настойчивыми, и будьте более доказательными. Почему? Потому что в вашей копилке будут дополнительные знания. Я еще ни разу не видел человека, который бы здесь сэкономил, там сэкономил, здесь сэкономлю не поеду, сюда не поеду. И вот такой человек, он опустошенный. А опустошенные люди, они ничего не могут дать другим людям. Они ничего не могут дать другим людям. Куда вы этих людей поведете? Как вы этих людей поведете? Если вы сами не знаете куда, ради чего, зачем. И это будет просто, я называю, мышиная возня. Ну да, подключил кого-то, ну да, пусть даже бизнес-кейс или BH купил, а дальше движений-то нет. А дальше-то движений-то нет. Ну да, может быть, даже ТАПАС-плюс купил. И таким образом, значит, сделал квалификацию ТАПАС. Он сегодня ТАПАС, а завтра активность не может сделать. И таких случаев-то их сколько угодно, их огромное количество. А почему? А ничего им не движет. И гарант еще такой, который тоже сэкономить решил. Тоже решил, ладно, когда разбогатею, тогда я и буду ездить на события. Тогда, когда я разбогатею, тогда я поеду на миллениум. Друзья, я не видел еще ни одного лидера в топовых квалификациях, чтобы в какой-то компании вышел бриллиант на сцену, и он сказал, друзья, мой успех сегодня заключается в том, что все время, что я здесь работаю, и кто-то называет там, сколько лет он в этой компании, да, значит, я очень экономил деньги, я старался учитывать каждую копейку, я пропускал все события, все семинары, и вот я накопил такую сумму и купил, значит, много продуктов и сделала квалификацию бриллианта. Я такого не слышала. Я такого не слышала. Если это человек в квалификации бриллиант, они выходят, и они говорят, я не пропустил ни одного события, я не пропустил ни одного семинара. Только таким образом становятся сильными людьми, друзья. А сила, она в знаниях. А сила, она в знаниях. И здесь не просто нужны знания теоретические, хотя они тоже нужны, но здесь больше примеры, здесь больше результаты других людей. И если перед вами будут стоять лидеры, и 28-го, 29-го, они будут делиться своими наработками. Это по той простой причине, что они это все проделали. А если они проделали, это говорит о чем? Что вы тоже сможете проделать. Вот это уже очень и очень важно. Поэтому, друзья, если кто-то даже, может быть, еще и не собирался, я вам рекомендую сделать все возможное и даже невозможное, друзья, но вам нужно быть и в Москве 29-го, ой, 27-го, 28-го, 29-го августа. И вот здесь вот написано «Список знакомых злота и жила». Кто этого не слышал? Все слышали, потому что есть люди, есть бизнес. Нет людей, нет бизнеса. Все об этом знают. И вот мы видим телефон, мы видим в этом телефоне своих знакомых, мало знакомых, людей с кем-то познакомились, да, недавно. И понимаем, что люди нужны, надо с кем-то встречи провести. Дай-ка я вот сейчас вот позвоню, вот там, например, там, я не знаю, там, вот Ким, да. И как-то не решается. Может быть, человек выше меня по положению, да. Может, человек, у которого, я не знаю, уже есть бизнес. И как я этому человеку позвоню? Что-то как-то мне неловко, как-то мне неудобно. А вдруг он меня отправит куда подальше, да. и колебался, колебался, все же решил сегодня не звонить. В следующий раз. И вот так по каждому смотрит на этого, на этого, на этого. Этого в следующий раз, этого в следующий раз, этого в следующий раз. Потом смотришь. Ага. А этот человек уже смотришь в компании, но его пригласил кто-то другой. С кем такое было хоть раз? С кем такое было хоть раз, что вы своих знакомых увидели в нашей компании? но пригласили их туда не были кто была ли с кем-то подобная информация у меня например была такая такая ситуация информация ситуация она вы со мной друзья но подайте знаю знак хотя бы что вы меня слышите огонек например чтобы я понимал что и со мной а здесь очень хорошо значит да вот видите анжела написал вот светлана написала было такое то есть вот смотрите такие ситуации происходит а почему не хватает вот какой-то смелости позвонить друзья и смелость она тоже идет от знаний она идет от уверенности она идет от глубокого убеждения от глубокой веры если она у вас есть внутренней это вера тогда вы вам все преграды уже нипочем для вас все открыто вот вы вспомните меня какими вы вернетесь сейчас после миллениума и даже у со мной потому что такое происходило когда я тоже сомневалась звонить этому или человеку не звонить и был какой-то страх страх именно что скажут нет вот чего больше всего люди боятся и как бы он бы обо мне плохо не видел но когда ты возвращаешься миллениума ты полной уверенности ты полные веры и доказателен ты слушал важных людей будут люди с наших заводов то есть это люди которые знают как и в чем преимущество нашего продукта как все производится какие технологии используются и вы полны вот этими фактами понимаете и у вас на каждое возражение на каждый вопрос есть ответ и он не просто какой-то вот поверхностный а он глубокий развернутый у вас голос поменялся у вас уверенность стало больше и вы уже другой и вы уже другой а если взять систему и каждый раз когда есть в москве такое событие подобное далее какой-то семинар и не пропускаете то понимаете что с вами будет происходить из года в год из года в год из года в год вы уже будет совершенно другим человеком поэтому лучшее что я вам могу сегодня пожелать это принять решение и поехать на миллениум неважно в каком в какой стране вы живете неважно в каком городе какое удаление на каком удалении если вы захотите только сегодня если вы способны если вы скажете себе нет что вы не сможете но если вы скажете себе да вы сможете и после события вы приедете я уверена что вот этот третий шаг про который мы все говорим провести 3 кофе встречи в неделю значит нужно составить план кофе встреч кто-то это значит составить план что надо как говорили уже на разных вебинарах разные люди что нужно 3 кофе встреч провести но у меня до сих пор 3 кофе встречи они провожу почему а потому что не не было вот этой убежденности и когда вы приедете с миллениума наконец-то вы составите план встреч наконец-то вы начнете на по-настоящему приглашать людей на встречи вы начнете их организовывать начнете проводить эти встречи и таким образом вы будете видеть что вы начинаете обрастать новыми новыми людьми но и конечно же все из вас также слышали о том что нужно работать с инструментами которые есть у нас и самый главный инструмент это наш естественно кофе то есть есть бизнес есть есть бизнес допустим обуви да кто-то с обуви работает значит а не может быть что у него нет обуви если это это бизнес там связано допустим с пластиковыми окнами но не может быть что у него нет этих окон да в магазин пустой если у вас есть бизнес кофейный ну как можно начать его делать без кофе и вы естественно начнете уже все это демонстрировать но вы будете демонстрировать уже по-другому вы будете более азартные потому что азарт нужно еще включать азарт поэтому потому что это захватывает других людей то есть начните вот с азартом говорить все вас услышат потому что обыденность она уже надоела людям и своей обыденной жизни как часто человек говорит вы знаете я думаю что это не для меня вот приходит это не для меня потом человек приходит партнер и говорит мой вы знаете вот вера вот вы говорили надо вот больше людей приглашать я пригласил я провел встречу и что и на этой встрече не просто человек сказал что это не для него потому что у него есть работа у него итоги но у него есть но там еще что-то да и человек думать что на самом деле это не для него но это не так это вы не были слишком более эмоциональным это вы не были азартно потому что если даже у человека 22 бизнеса я не знаю но вы его своими эмоциями захватили вы идеи его захватили вы его возможности показали так чтобы он уже еле на месте сидел что ему хотелось уже начинать это делать понимаете всегда от нас зависит не от людей друзья от нас вот и валентина лифанова подтверждает нет ничего важнее как быть на миллениуме а потом друзья еще знаете еще может быть не каждый понимает что ему это даст но здесь важно еще если вы пришли уж в этот бизнес вот соблюдать правила правила нашей компании а это день рождения нашей компании там будет президент там будет все топ-менеджеры компании люди которые каждый день работают для нас и вот это даже дань уважения я не знаю уже уголка нашего страны и других стран где уже не побывал на рэд практически во всех регионах какой турне совершил друзья сколько это денег стоит огромное количество а он приезжал и он разговаривал с каждым и обращался в зал и тоже вот он ждет что люди-то приедут а мы партнером и а мы вдруг говорим о нет сейчас в этом году никак друзья делаете все возможные и невозможность чтобы там быть многие вот эти вопросы я уверена вы будете ими как просто я не знаю семечки щелкать а это будет уже идти действительно от самого сердца вы начнете их вот эти вопросы практиковать в практике в своем своей и вы увидеть что люди нормально адекватно будут отвечать на вопросы будут соглашаться и будут задавать вопросы да что это что за кофе вы знаете у вас есть мобильное предложение сессия нет а что это такое скачайте вы там получите всю информацию сегодня мобильное приложение сессии скачивают все потому что многие люди не знают что есть такое мобильное приложение кто-то на сайте ищет какой-то кофе какой-то чай сомнительного качества а благодаря мобильному приложению сессия есть возможность получить доступ вообще на логистические спады хотя в нашей компании тоже есть сайт но на сайте все дороже а там уже есть сформированные очень выгодные наборы есть продукты речь который уже сразу дается с 20 процентной скидкой скачаете давайте вам сейчас помогу и вы уже зайдете в сессию сами все почитаете то есть вот таким образом вы начнете сможете с людьми заговаривать поэтому действует сейчас и самые первые действия которые вам нужно сделать после сегодняшней встречи это купить билет на поезд или на самолет или еще там я не знаю как вы будете добираться или машины делайте все сегодня чтобы вам не пропустить это событие чтобы вы все были на миллениуме будете уезжать когда не забудьте ко мне подойти те люди которые не планировали а может быть сегодня вы решите вы и я уверена что скажите спасибо что повлияло что донесла что значит человек приехал и и он услышал то что ему как раз не хватало а это произойдет с каждым я рада была сегодня с вами поговорить всем всего самого доброго до свидания и до скорой встречи на миллениуме друзья я буду очень рада со всеми увидеться пока пока удачи